28 апреля произошел исторический запуск ракеты с первого российского космодрома Восточный. Спутник с символическим названием Михаил Ломоносов уже начал космологические исследования, которые, возможно, перевернут российскую и мировую науку. И в этот же день о том, что уже известно о глубинах космоса, узнали все желающие жители Казани. Новая образовательная лектория от небезызвестной инициативной группы «Дума и Казань» вызвал настоящий ажиотаж. В столицу Татарстана они привезли популяризаторов науки Бориса Штерна и Алексея Семихатова. По их словам, базовые знания об устройстве Вселенной – важная часть культуры человека. Если человек не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, то его можно убедить в чем угодно. Задача сейчас – как-то внедрить в умы людей современную картину мира. Это сделать непросто, потому что эта картина, она контринтуитивна. Она противоречит нашей человеческой интуиции, которой мы сталкиваемся в своей жизни. И поэтому это довольно сложная задача. Слова спикера подтвердились в первые же минуты выступления. Чтобы продолжить лекцию, зрители должны были понять очень простой факт, что наша Вселенная замкнутая. Получается, что если все время лететь от Земли, то в какой-то момент начнешь к ней приближаться, и в конце концов вернешься назад, обойдя всю Вселенную и совершив кругосветное путешествие. Поэтому само название лекции «За краем Вселенной» является скорее метафорой, потому что у Вселенной нет края. Кстати, ученые отметили роль научно-фантастических фильмов, таких как «Интерстеллар» в популяризации науки. В нем нет того, что заведомо запрещено законами физики, насколько я понимаю. Или если есть, то совсем-совсем чуть-чуть, почти незаметно. А насчет того, устойчивая лекаротовая нора и что там точно происходит, можно строить различные гипотезы, но как художественное явление, привлекшее внимание публики к законам физики, ну здорово. Спикеры вызвали немало вопросов у присутствующих. Так они узнали, что путешествия во времени невозможны, и только телескоп позволяет им заглянуть в далекое прошлое, что уже неплохо для науки. Мне потом удалось еще один вопрос лектору задать по поводу множественных Вселенных, которые вроде бы как все очень разные, но одновременно с этим есть ученые, которые высказывают предположение, что есть невероятно похожие друг на друга Вселенные. Я не знал, как это соединить, и лектор мне объяснил, что соединять не надо, потому что вторая теория лишняя. Хотя за короткое время нельзя было рассказать все об устройстве Вселенной, лекторы выполнили свою главную задачу – заинтересовать зрителя. А это, как признались спикеры, гораздо важнее. Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универньюс.